МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для детей, достигших 14 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, дорогие друзья! Мы приехали в Ауликольский район, где с вами побываем сразу в нескольких замечательных местах и узнаем, как живут здесь люди и чем они живут. Поехали! Из старой школы в новую. Когда-нибудь у нас будет светлая новая школа, и вот эта мечта наша осуществилась. Порядок против стихии. В этом году у нас увеличение получается снега, запас нормы снега. Особенная студия для замечательных детей. Я начала с одного ребенка. Подарок всем миром. Да, это моя кошка. Как зовут? Я зовут Марка. Укол против вируса. Болезность в незначительном месте инъекции. Это все нормально. Ауликоль. Село, земля, люди. В Аман-Карагае мы посетили новенькую школу, которая была построена с нуля на месте старого аварийного здания. Здесь преподают на государственном языке. Первая школа на государственном языке появилась в Аман-Карагае в 1998 году. Набралось тогда всего 60 учеников, а сегодня их уже 240 человек. В нашей школе работает 36 учителей, учителя высшей категории. Мы очень рады, что переехали в новое здание. Здесь, кроме хороших кабинетов, у нас появилось и отличное оснащение. Несмотря на то, что здание совсем новое, коллектив и ученики знают друг друга очень хорошо, ведь все они переехали сюда из другого, старого здания школы неподалеку. Работаю в этой школе со дня основания 1998 года. В момент открытия школы у нас было небольшое количество учащихся, это 63 человека, здание школы было стареньким, и мы уже тогда мечтали, что когда-нибудь у нас будет светлая новая школа, и вот эта мечта наша осуществилась. Больше всего переезду рады, конечно, заслуженные преподаватели. Не потому что радоваться умеют лучше, а потому что есть с чем сравнивать. Да, у меня много сейчас, в данный момент, до этого времени, у меня сколько, 7 выпускных я выпустила. Сейчас одного работает в Российском университете в Астане, один в городе Кустаная, на Кагубе он работает, а моя дочь тоже там работает. Понятное дело, ученики тоже с гораздо большим энтузиазмом идут на занятия, а многие, видя, какое внимание сейчас уделяется образованию, заранее выбрали профессию учителя. Ну, мне очень понравилось, потому что та школа немножко похуже была, а эта школа в улучшенном виде, мне очень нравится эта школа. И расположена она тоже очень рядом с домом, ближе к центру. Огромные спортзалы, светлые кабинеты и коридоры, кабинеты технологий, в которых есть крутые станки и оборудование для обучения – все это и не снилось в мое время. Радостно видеть все это наяву. Все мы помним февральские метели. Как говорил об этом Александр Сергеевич, зима недаром злится, прошла ее пора. Вот и решила зима напоследок вывалить весь свой снежный запас. Но спасатели утверждают, что готовы. В этом году у нас увеличение получается снега, запас нормы снега, получается у нас примерно в полтора раза. Ну, на основании этого приведены все службы гражданской защиты в режим постоянной готовности, отрабатываются схемы. Также на территории района Акимата создан оперативный штаб, постоянно действующий в круглосуточном режиме. Отрабатываем сразу все звонки поступающие. На сегодняшний день поступил только один звонок по откачке таллых вод. Сами местные силы и средства Акимата сельского округа отработали, в принципе, в рабочем режиме, все отрабатываем в штатном режиме. Для сельской местности противопаводковые мероприятия имеют особое значение. Тающий на полях вокруг сел снег может неожиданно превратиться в большие водные потоки. И тогда жди беды. Хорошо бы и самим жителям позаботиться о себе, хотя бы в своем собственном дворе. Каждый человек должен сам смотреть за свою территорию, правильно, прилегающую территорию на территорию частной собственности. Человек должен подготовить необходимые мероприятия, то бишь сделать траншеи, спуск воды, беспрепятственный пропуск воды, чтобы было по территории его, например, участка земельного, то бишь это дома мы имеем в виду. Но при этом при появлении паводковых вод нужно сообщить в службу по чрезвычайным ситуациям, чтобы там были в курсе, откуда и куда движется вода. А лучше направить ее в подготовленное русло. Для этого под дорожным полотном ставятся водопропускные трубы или дюбинги. У нас таких дюбингов начитывается в районе областного значения, на территории Ольгольдского района областного значения 58 штук, получается, и республиканского это 108 штук. Все они стопроцентно очищены, сотрудниками дорожных служб, которые занимаются, это ДУ-55, МДЭП, у нас территория Ольгольдского района, зона обслуживания у них. Все стопроцентно привитивные мероприятия, все проведены заранее у нас. Несмотря на то, что последние бураны буквально обрушили нам на голову снега в разы больше среднемесячной нормы осадков, будем надеяться, что резкого таяния не будет. К себе катаем очень хорошо. Разминаем пальчики, держим ровно, все. Знакомьтесь, Кристина Юдакова. Красивая девушка, отличный специалист и неравнодушный человек. В прошлом году, в 20-м, я приехала в деревню отдохнуть от города. И решила на время, пока позволяет образование, взять детей с ними поработать. Я начала с одного ребенка. Был ребенок, которого готовили к школе. И ходил в детский сад. Я поняла, что детям здесь надо будет немного доработать материал для того, чтобы они были полноценно подготовлены к школе. Кристина не сразу пришла к идее открытия своей студии. Но в районе очень не хватало специалистов, которые помогли бы маленьким клиентам влиться в привычную всем нам жизнь. Далее я уже столкнулась с детками, которые очень плохо разговаривают, которым понадобился именно логопед-дефектолог. Мы включили это, изучение английского языка. И дополнительно уже стало по возможности работать с детьми и инвалидами. Трудно поверить, что все заботы по содержанию и организации этого благого и очень нужного дела лежат на этих хрупких женских плечах. Но Кристина умудряется вливаться еще и в волонтерскую группу. Это моя кошка? Да, это моя кошка. Как зовут? Я зовут Марка. Марка? Да, Марка зовут ее. Она девочка. Марка, привет. Это Сонечка. У нее есть некоторые проблемы со здоровьем. Эти маленькие ножки быстро устают от больших нагрузок. Вот Кристина и предложила подарить девочке тренажер, так называемый беговел. Неравнодушные люди по просьбе местной исполнительной власти быстро собрали необходимую сумму. Я подошла к Акиму нашего села, Раимбеку Дельдобековичу, и попросила о помощи, что нам нужна будет поддержка с Сонечкой. Он, конечно же, согласился. На следующий день это было так быстро и неожиданно. На следующий день он уже создал группу, добавил туда людей. Очень много отзывчивых людей у нас получилось. И меньше чем за сутки мы собрали сумму, заказали беговел из Алматы. Теперь этот жизнерадостный ребенок может удовлетворить свою тягу к приключениям, гоняя на беговеле. Покажи, что ты можешь. Ничего себе ты катаешься. Не страшно? Останавливаться на этом волонтеры не собираются. Жизнь устроена так, что число нуждающихся в помощи велико, а возможностей для удовлетворения нужды немного. Мы разговариваем, общаемся с родителями ребенка-инвалида, которому надо будет покупать дорогостоящие оборудования. Они стоят на очереди три года, но они его не получают. И мы сейчас своими силами будем складываться, помогать им приобрести. Детки-инвалиды, да, здесь есть и есть очень много, кто в этом нуждается. И таких волонтерских групп в ауле Коли много. Мы, например, в наш прошлый приезд стали свидетелями отряда тимуровцев из местной школы гимназии. Теперь это уже другие люди, но тоже под крылом местной молодежной организации. Волонтерское движение развивается очень хорошо. У нас несколько волонтерских движений, созданные самим молодежным ресурсным центром под названием ЖАСТАР. Также, вот, как вы видите, сейчас у нас много добровольцев, которые не только волонтеры такие, которые работают, помогают нашим детям-инвалидам. Отзывчивость и неравнодушие – практически визитная карточка аули Коли. Уверен, в следующий наш визит мы снова увидим очередную акцию местных волонтеров. Узнали мы о том, что в Аулекольской ЦРБ проводится вакцинация против коронавируса. И не могли упустить шанс взглянуть на процесс своими глазами. Ну и вам показать. Я захожу в кабинет, присаживаюсь за столик. Здравствуйте. И мне дают вот такой вот опросник, где указаны самые нужные вопросы для того, чтобы узнать, вообще стоит ли мне вакцинироваться или нет. Теперь нам нужно измерить давление. Сейчас мы узнаем, какое давление у стандартного журналиста в Устанайской области. 120 на 80. Это хорошее давление? Нормальное. Нормальное. То есть я не волнуюсь. Прежде чем идти к врачу, нужно вот этот вопросник заполнить. Я уже про него говорил. То есть общее состояние прививающегося лица. Есть ли наличие острого заболевания. Я пишу нет. Наличие аллергии на лекарства. Тоже пишу нет. Серьезные реакции на вакцину. Пишу нет. И так далее. Полностью заполнять не буду. Но, по сути, везде должны стоять нет. И тогда можно идти уже к доктору. И там уже будет приниматься решение о вакцинации. Что мы сейчас и сделаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела вообще? Как самочувствие? Да неплохо. Все хорошо, да? Аллергии на препараты, на пищевые добавки? Нет. Ничего нет. Ранее судороги в ананазе были? Нет. Вы были в контакте с коронавирусным пациентом? Нет. Нет. Болели ли я этой болезнью? Нет. Нет. Отлично. Хорошо. Давайте я вас осмотрю. Все отлично. Все отлично. Хорошо. У вас нет абсолютных противоказаний для получения этой вакцины. Вы можете проходить в процедурный кабинет. Спасибо. Отлично. Теперь мы проходим в процедурный кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали, что можно вакцинироваться. Добро дали. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вакцина состоит из двух компонентов. Первая из серотип антивируса 26-й. А второй компонент через 21 день вам нужно будет подойти. Вас также пригласят и получить второй компонент, который состоит из аденовируса 5-го серотипа. Место укола беззараживается. На самом деле мне колоть вакцину не будут, потому что я не отношусь к той категории, которую можно колоть вакцину. Но мы просто хотим рассказать всю процедуру, как это вообще на самом деле происходит. То есть, условно говоря, сейчас вакцину вы как будто вкололи. Что дальше мне делать? Дальше, получается, вы будете под наблюдением врача в течение получаса. То есть, я сразу домой не ухожу. Нет, домой вы не уходите. Я вам даю бейджик. Это сигнальная карта врачу о том, что я вам провела вакцинацию и вы нуждаетесь в наблюдении в течение получаса. В таком виде с этим бейджиком вы проходите к врачу. Вот как. После вакцинации я захожу к доктору, беру вот такую вот памятку, где написано, что нужно делать и что не нужно делать, самое главное. И потом полчаса нахожусь под наблюдением врача, буквально вот сажусь здесь. И пока медперсонал работает, я сижу просто на всякий случай, вдруг мало ли что-нибудь случится со мной. Избегать переохлаждения, то есть не чесать, не тереть место инъекции, то есть не одевать стесняющую одежду, что еще. Также не принимать водные процедуры, то есть в течение трех дней. Также такие проявления, как покраснение локальное, то есть болезнь с незначительным месте инъекции, это все нормальное проявление. Конечно, никто не собирается принуждать к вакцинации. Дело это целиком и полностью добровольное. Но пока прививаются только категории людей, находящихся в зоне наибольшего риска. Силовые структуры, медики, учителя. Вот и закончилось наше маленькое путешествие в Оликольский район. Я надеюсь, что вы получили максимум информации из тех мест, где мы побывали. Вы теперь знаете, как правильно вакцинироваться, какие замечательные и добрые люди живут в районе. И напоминаю вам, что вы можете сами предлагать нам темы для нашей передачи. Можете приглашать нас к себе в район, мы приедем и расскажем о вас или о ваших друзьях, знакомых, близких, которые заслуживают того, чтобы попасть к нам в передачу.